Всем привет! С вами Евтюшин Кирилл и это Открытый диалог. Сегодня у нас в гостях священнослужитель Отец Виталий. Отец Виталий, здравствуйте. Добрый день. Рады вас видеть у нас в студии. Спасибо, что нашли время для записи. Наше интервью выходит накануне большого праздника для человека православного. Это Пасха. И в связи с этим, наверное, и вопрос такой. Что такое Пасха с вашей точки зрения? Как ее видят люди и что она означает? Ну, я, наверное, отвечу цитатами из священной Писании святых отцов. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорил своим слушателям, что если Христос не воскрес, то напрасна наша проповедь и напрасна ваша вера. Один из вселенских учителей православной церкви Григорий Богослов называет праздник Пасхи в своем слове о Пасхе как праздником праздников и торжеством из торжеств. Кстати говоря, это выражение очень часто употребляют проповедники, священнослужители и вообще оно поется и звучит на пасхальных богослужениях. Поэтому я думаю, что вот эти слова наиболее точно характеризуют как значение праздника Пасхи для христианина, так и наше отношение к этому дню. То есть это праздник жизни, это самый большой праздник в православном календаре, который, кстати говоря, отмечу, празднуется не только раз в году, а еженедельно. Даже вот в нашем Буту седьмой день недели именуется воскресенье. Это не случайно, потому что как раз у нас каждый седьмой день недели в храмах празднуется, ну так вот назвал бы, Малая Пасха, да? Потому что воскресенье Христа – это центральное событие христианское, богооткровенное истории. И если бы этого события не было, то все остальное, по сути дела, да и христианство само по себе, оно не имеет смысла. Во всем есть символизм, с моей точки зрения. И наверняка в Пасхе в тех символах, которые мы знаем, там яйцо, булка, еще что-то, носит какой-то символизм, сакральный смысл. Можете рассказать, что это? Да, вы совершенно правы, Кирилл. Да, символов довольно много в нашей жизни, особенно что касается религиозной жизни человека. Здесь пару слов хочется сказать, что большую ошибку делают те люди, которые в религии видят только какие-то внешние обряды. По учению христианства, да, человек ведь двухсоставен. Он состоит не только из видимого тела физического, но и из бессмертной души. И поэтому, естественно, нам свойственно, да, наше религиозное чувство выражать в первую очередь нашей вот этой тонкой субстанцией, духовной, душой. И это, естественно, находит выражение в каких-то внешних наших действиях. Как и, в принципе, многое чего другое. Ну, к примеру говоря, вот элементарно, да, вот там чувство любви к любимому человеку, да. Как парень выразит любовь к девушке, скажет ей, я люблю тебя душой. Но этого же мало, правда, эти? Ему надо какая-то внешняя атрибутика. Вот это, похоже, происходит и в религиозной жизни человека. И поэтому, конечно, пасхайные богослужения, они полны символов. Да, вот, к примеру говоря, на пасхайной неделе главные или царские врата в иконостасе, в храме, который отделяет храм от алтаря, вот если многие люди, бывая православных храмов, там есть у нас такая архитектурная особенность, да, что в небогослужебное время обычно алтарь, он закрыт от средней части храма такой, ну, перегородкой. Перегородкой, там несколько ворот, да, ну и в частности, вот главные эти ворота, они именуют царские врата или главные врата, потому что через них по учению церкви в причащении приходит сам Господь Иисус Христос. И в знак того, что Господь через свое воскресение из мертвых дал нам всем возможность наследования Царства Небесного и Жизни Вечной, в светлую седмицу, то есть первую пасхальную неделю эти ворота, врата не закрываются. Также и все остальное, ну, какая еще атрибутика, мы знаем, да, что во многих храмах, конечно, на середину ставится воскресший Христос, да, или там, допустим, буквы, да, там, вот Христос воскресе, обрядовая атрибутика, связанная с нашими какими-то вот народными, скажем так, вот традициями, ну, в частности, кулинарными, да, вот традиция, там, освящение пасхальной трапезы, да, это благодарение Господу Богу за пройденный пост, и, вот, христиане, да, многие стараются все-таки пастить в той мере, на которой способны, ну, и для того, чтобы подчеркнуть радость Рождества, Пасха, как и Рождество, в принципе, считается таким семейным праздником, вот накануне Пасхи приносят освящать какие-то пасхальные ядства, да. Чаще всего, конечно, праздник Пасхи в народном вот таком, да, вот, это значение, это связан с определенными, скажем так, блюдами, которые готовятся именно к Пасхе, да, ну, это пасхальный кулич, да, как правило, да, хлеб. Это символ хлеба жизни, сам Господь Бог говорил, что я хлеб жизни, да, то есть то божественное учение, да, которое он нам принес, которое человек еще ведет к жизни вечную, это как образ того, что мы спасаемся через веру во Христа, через приобщение к Нему, что особенно ярко проявляется вот в таинстве причащения тела и крови Христа. Ну, всем известно, конечно, это красное яйцо, да, это атрибутика, скажем так, да, восходит к преданию церковному, связанное с жизнью одной из жен мироносец, святой Марии Магдалины, которая, как описано в ее житии, была на приеме у императора Тиберия, и в знак того, что Христос нам всем принес жизнь вечную, она как бы преподнесла ему этот символ яйцо, которое потом покраснело у нее в руке. Ну, это как бы вот это вот предание житийное, оно вошло в нас в церковный обиход, и люди на Пасху в память этого красят яйца. Ну, яйцо само как смысл жизни, плюс красное, это вот воспоминание, вот там предание жизни святой Марии Магдалины. Ну, и есть такое еще так называемое, может не всем знакомо, готовится из сыра, вот так называемая сырная Пасха, это как бы изделие, куда входят, там в интернете можно посмотреть, да, там сыр, яйца, изюм, вообще-то, конечно, очень калорийный и вкусный продукт, который делается в виде пирамидки, как правило, вот там в храмах можно, допустим, приобрести, там или где-то в магазинах продаются даже такие формочки, они, это блюдо символизирует собой гроб, откуда воскрес Господь Иисус Христос. Вот такие атрибутики, которые возносят нас к тем древним евангельским событиям двухтысячелетней давности. А вот вы затронули один из вопросов, пост, и мы сейчас поговорили с вами, наверное, в плоскости еды, но, как я понимаю, наверное, же пост-то не только еда, там каждый, скорее всего, борется с каким-то своим грехом, кто-то, наверное, злится что-то, и для него пост, наверное, отказаться на какое-то время от злобы, у кого-то еще что-то. Вот можно немножко ваших комментариев для людей, которые, возможно, когда-то еще там не постились, не боролись с каким-то своим грехом, с чего начать, как понять, что во мне, и с чем там бороться, или как вот тут правильно. Да, вы очень важно заметили момент, что телесный пост, это только, скажем, одна сторона поста, очень простая, ну, есть такая поговорка, сытая брюхо к молитве, да, и учению глухо, да, то есть, когда человек так вот, вообще, конечно, во все дни и медицинские работники, да, вот, и наши там диетологи, рекомендуют быть умеренными, да, вот, в еде, там, не объедаться, соблюдать какую-то умеренность, но, вместе с тем, как бы, церковь предлагает человеку определенное воздержание, для чего, для чего. Это одно из духовных упражнений, которые ставят одну большую задачу, постараться победить, или хотя бы уменьшить влияние наших страстей. Я думаю, что любому разумному человеку понятно, что у каждого из нас есть определенные страсти, пороки, ну, как говорят там англичане, свои скелеты в шкафу, да, которые мешают нам, которые порабощают нас, а, возможно, даже и делают жизнь человека несчастливой, а то и невыносимой. Вот по этому поводу один из святых отцов говорил замечательную фразу, что хорошо, когда дома есть собака, но плохо, если она залезла на стол и пожирает твой обед, да, то есть вот задача какая, да, понимаете, слушайте, что такое страсти, да, страсти — это наши дурные привычки, пороки, которые мы называем грехами, которые в человеке укоренились и, по сути дела, его поработили, да. Вот есть такой миф, который нужно развеять, да, что вот якобы христианство лишая человека свободы, якобы вот и так же сложно, тут еще церковь со своими там молитвами, постами, длинными богослужениями, ну там человек там должен себя там во имя какой-то идеи чего там лишать и так далее, и тому подобное. Единственное, что такое свобода. Да, 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 совершенно верно, да. То на самом деле, как бы задача всей религиозной жизни, да, человеку почувствовать себя свободным во Христе от страстей. Понимаете, есть такой очень важный момент, который, я думаю, всем нам, людям, как бы виден, да, но мы не акцентируем на нем внимание, что наше сердце, наше духовное состояние, оно, знаете, как бы не может быть пустым и нейтральным, да. То есть если в человеке не будет хватать внутри добра, веры, чести, достоинства, то неизбежно туда поселяется страсть и пороки, которые мешают своему человеку. Уставать не может. Да, да, то есть мы как бы нейтральными быть не можем. Ну типа такой вот метод, как бы сообщающийся сосудов, да. То есть если где-то прибыло, то где-то убудет. Да, и поэтому, в принципе, вот задача, особенно вот постов, да, это постараться, чтобы у нас внутри добра, веры стало побольше. Естественно, априори, неизбежно каких-то грехов, пороков станет поменьше. И тут уже разные способы, которыми богаты церковные жизни, которые предлагаются человеку, да. Ведь пост это не просто там какое-то воздержание в пище, да. Это и большее внимание, когда человек уделяется ему духовному состоянию. Это взгляд в себя, да. Вот покаяние, да. Что такое покаяние, да. То есть покаяние ставит свою задачу в первую очередь, как вот Сократ говорил, древний философ, познай себя, да. То есть это познание себя, взгляд, свою душу, когда человек видит, да, или пытается разобраться в себе, увидеть те свои болезни, те недостатки, с которыми ему нужно бороться для того, чтобы они его не поработили. Это, естественно, боговщение, которое человеку дается через молитву домашнюю и обязательно через, конечно, молитву церковную, да. Вот это более внимание, больше внимания уделять на отношение доброго со своими родственниками, да. Вот почему, в принципе, пост начинается с чего? С примирения, да. С прощения обид. Вот в книге Второзакония написана запечатенная фраза, что если ты принес дар свой Богу и вспомнил, что брат твой что-то имеет на тебя, пойди примирись с братом, потом уже иди принеси жертву Богу. Ну или молитва Отче наш, да. И остави нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим. Под долгами тут подразумеваются грехи или обиды. То есть мы хотим, чтобы Бог нам просил наши грехи. Честно, нам надо самим прощать, да. Поэтому больше внимания, вот, в период поста, да, там, оторваться от, там, телевизора, компьютера, там, мобильника, да. Вот, больше внимания уделить жене, детям, родным, близким, навесить своих престарелых родителей, уделить внимание, может быть, людям, которые там находятся рядом, нуждаются в нашей помощи, поддержке, да. Там, оказать благотворительную помощь нуждающимся их в море, да. Это не только, там, храм или какие-то, там, благотворительные организации. Сейчас, пожалуйста, там, по телевидению, в интернете мы видим, там, множество бегущих строчек, где люди просят оказать помощь, там, на лечение, там, детей, там, взрослых, тяжелых заболеваний, да. Вот, и все-все-все остальное, да. В принципе, знаете, на самом деле, вот, пост должен напомнить человеку, что он есть образ Божий, что он, извините, не помневший обезьян, понимаете, да. И вот наша задача, это воссоздать себе наш образ Божий, да. То есть, помнить о том, что все-таки Господь Бог нам дал качества, которыми мы должны служить Ему и обществу. И вот еще, еще раз человек должен напомнить себе, особенно, вот, в период поста. Отец Виталий, вы вот минуту назад затронули такой момент, как там, телевидение, телефоны, интернеты. Как вы, как церковь относится к такому нынешнему явлению, что молодежь вся сидит в интернете, в телефонах? Что делать, на ваш взгляд? Это норма, или мы это переживем, и люди опять выйдут из этого, насытятся этим? Как вы видите вот эту ситуацию? Ну, здесь надо помнить о том, что весь проблема не в самом телевидении или интернете, а в нашем отношении к нему. Все, что излишне, то вредно. Как говорится, морфий, это и плохо, и, с другой стороны, им лечат там. Конечно, да, да. Это касается, да, языком можно прославлять Бога, можно хулить, имя Божие. И это касается всего остального. Поэтому для нас очень важно, конечно, это самоконтроль и дозирование. Вот, знаете, да, это, мне кажется, зависимость от так называемых гаджатов, такое чуть ли не ругательное слово на нашем русском языке, да. По сути дела, это такая же, несет такую же опасность, как зависимость там и от алкоголя, там, или от курения, там, или от других там наркотиков, да. То есть, если это бесконтрольно, это брошая беда, конечно, особенно у детей, да, да, и у наших людей. То есть, посчитать, сколько времени мы тратим на то, чтобы, как говорится, там, пробежать бегущие строчки, достать телефон, закрыть телефон, там, да, это... А ведь многие люди проводят в этом часы, да, то есть, сутки напролет, понимаете. Я установил себе программу, она анализирует. Я посмотрел, пять часов в день, я втыкаю в тебя пять. Да, вот, то есть, представляете, да, да. Поэтому, да, понятно, что, понимаете, ну, отказаться от этого, ну, к сожалению, да, наверное, все-таки мы не можем, потому что на этом завязана наша современная жизнь, наше образование, наши работы и так далее. То есть, какой здесь сделать вывод? Тут, ну, это не только ведь церковь, это советуют врачи, там, педагоги, психологи, да. Отсюда, кстати говоря, множество проблем, в том числе не только духовных, но и физических, да, как искривление, там, осанки, как проблемы со зрением, да, как эмоциональное выгорание, да. Поэтому здесь, конечно, надо дозирование, во-первых, а во-вторых, надо все стараться обращать ко благу. Ведь, обратите внимание, ведь и в интернете очень много полезнейшей информации, да, вот в частности, если касаться уже, допустим, непосредственно меня, как священнослужителя, да, то могу там порекомендовать те самые там сайты православных множеств, там, предания.ру, там, патриархия.ру, сайты наших приходов, да, где можно найти замечательную информацию для своего, как говорится, духовного образования, да. Там беседы, встречи, проповеди, там, в любом формате, да. И мне кажется, в настоящее время это определенный плюс, потому что книга, к сожалению, в наше время тоже стала, ну, сейчас какой-то, ну, все-таки роскошью, да. Не каждый может себе приобрести хорошую книгу, да. Все-таки сейчас нормальная, хорошая книга, в хорошей обложке, там, 50 рублей, это запросто, да, да. И не всегда эти книги, новинки есть в библиотеках, нам на помощь проходит интернет, да, там, медиатеки. Поэтому я знаю множество, допустим, вот наших прихожан так и делают, там, человек, допустим, вот едет, там, водитель дальнобойщик, да, он тебе включил там аудиопроповеди, там, или какие-то познавательные беседы, встречи, он слушает, он едет, просвещается, и не просто, там, ему-то музыка барабанит по голове, а он, как говорится, вместе с тем, получает хорошую информацию. Это же касается и всего остального. Это касается и вот нашей, как говорится, жизни, да. Да, понятно, что там, это, есть там программа «Союз», которую смотрят тоже многие прихожане, да, верующие люди, но, вместе с тем, как говорится, и множество, вот, чем полезен интернет, да, вот, и чем тут есть большой плюс, на мой взгляд, да, что, знаете, этот телевизор, он, может быть, даже более вреден в том плане, что там человеку предлагается информация помимо его воли. Да, целенаправленно. То есть, там идет, как говорится, ну, вот, там, вот эта вот лента, и человек, как говорится, не может, его, по сути, ну, дозирова, да, вот, он смотрит, и он вынужден все это там пропускать, через себя поглощать, да. В интернете он может выбрать конкретно то, что ему надо. Поэтому мое пожелание всем нашим людям, да, вот, слушателям, телезрителям выбирать полезное. Но здесь и обратная сторона медали. Человек, выкладывая что-то в интернет, зачастую не несет ответственности, не фильтрует информацию, а телевидение да, 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 это уже мы говорим, да, во всем есть и обратная сторона, да. То есть, есть, к сожалению, бесконтрольное пользование интернетом, да, то есть, вот, 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 страсть начинается когда? Когда человек не в силах оторваться от телефона. Ну, касается, что это касается, особенно, проблемы детей, да, да, когда человек уже не он руководит своей жизнью, а, допустим, мобильный телефон руководит им, да, и человек в любое, там, как говорится, месте, в любое свободное время, телефон, там, да, извините, на унитаз сел, в автобусе едет, минутка, он все, там, достает телефон, и, о, если бы он, там, что-то полезное смотрел, да, там, но ведь зачастую это просто мусор, да, а наш мозг, да, наш мозг, он, его можно сравнить в какой-то степени, ну, с той самой флешкой, который все-таки имеет определенный предел, да, если море мусора, то не остается времени и места для полезной информации. А на этом сегодня все, у нас в гостях был священнослужитель отец Виталий, и мы продолжим наш диалог ровно через неделю.